С какой точки зрения мы будем обозревать. Ну хорошо, попробуем начать с каких-то красивых картинок. Хотя на самом деле я сегодня запланировал лекцию таким образом, что в самом начале лекции я буду говорить о сложных вещах, пока вы не устали, пока есть силы. А потом во второй половине я постараюсь поговорить об элементарных вещах, многие из которых вы знаете из школы, но об этих вещах мы опять будем говорить в пространстве постоянной кризисы. То, что касается теоремы с гипплидовой геометрией, полагается, что каждый студент математического факультета эти вещи знает очень хорошо, а вот их гипплидовые аналоги могут для многих показаться новыми, немножко странными, может быть, интересными. Ну посмотрим, как дальше пойдутся дела. Я начну с серии картинок, изображенных на экране. И самый первый объект, как и на прошлой лекции, это будет единичный куб, расположенный в гипплидовом пространстве. Но теперь мы с этим кубом проделаем некоторые дополнительные операции. Ребро, точнее грань каждого куба, каждую грань куба мы разделим пополам. Скажем, вот красная линия делит грань пополам, голубая и зеленая. Вот таким образом, что вот направление этих линий не параллельно. Красные параллельно друг другу, голубые тоже параллельны. А направление разных цветов всегда взаимно-копендикулярно. Для чего это делается? Это делается, опять-таки, для того, чтобы связать воедино теорию многогранников, о которой я сегодня в основном буду говорить, и теорию узлов, о которой мы говорили на прошлой лекции. Соответственно, теория узлов уже тесно связана с теорией трехмерных многообразий. То есть вот эти вот три аспекта, казалось бы, с первого взгляда довольно разные по своей сути, а они пересекаются очень сильно. Если вы умеете работать с одним из этих объектов, то рано или поздно вы научитесь работать с другим из трехмеров. Но, однако, так возникают узлы в этой конкретной ситуации. Смотрим на кубик, о котором идет речь, и осуществим повороты на 180 градусов вдоль каждой из цветных ледов. При этом половинки граней, как вот страницы книжки, склопнутся и склеятся друг к другу. Но, опять-таки, я не буду вдаваться в какие-то топологические тонкости. Сам кубик при этом превратится в трехмерную сферу. Это не очень трудно увидеть, но какие-то дополнительные геометрические соображения по этому поводу нужны. Но нас будет интересовать не пространство самого кубика, а что будет происходить с сингулярными линиями, закрашенными в разные цвета. Ну, нетрудно увидеть, что голубые линии при повороте вдоль зеленой линии, они обязательно склеятся. И то же произойдет при повороте снизу, который здесь стрелочкой специально не обозначен, но предполагается, что это выполняет. Таким образом, голубая линия замкнется в заблудую прямую и даст некоторую топологическую окружность. Ну, внимательный анализ позволяет сделать вывод, что и линии других цветов рано или поздно замкнутся в окружности. В результате у нас получится три окружности голубого, синего и зеленого цветов. И вместе они будут образовывать зацепление, которое называется зацепление барабеевых пальцев. Вот оно здесь изображено. Ну, можно аккуратно проследить, что тут все сходится, что именно так получается. Я на самом деле не очень хочу на этом устанавливаться, поскольку моя задача немножко другая. Я хочу рано или поздно посчитать объем соответствующего объекта, который мы строим. В этом случае углы поворота на 180 градусов дадут конические углы, равные π, вдоль каждой из компонентов барабеевых колец. Таким образом, у нас имеется сфера. Она снабжена евклидовой диаметрией, поскольку кубик был взят из евклидового пространства. Но вот эти вот особые компоненты, раскрашенные в разные цвета, они являются сингулярными множествами в этом объекте. И кубок от года вокруг каждой из этих тревог равен куб. Поэтому получается вот такой вот орбифолт, периконическое многообразие, носителем, топологическим носителем, который является сфера, а сингулярное множество образовано тремя компонентами барабеевых колец. И каждая компонент имеет сингулярный угол, периконический угол равен куб. Дальше есть довольно интересное замечание. В свое время я как-то увидел это в лекциях Терстена. Потом выяснилось, что это придумал, видимо, Сулеван. И очень часто в своих рассуждениях использовал Монтеник. Поэтому кто автор этой конструкции, я не знаю. Но вот она здесь, по крайней мере, в этом прошло. Дело в том, что если мы рассмотрим додекайдер, ну, слово всем знакомо, это то, что имеет 12 пятиугольных границ. Вот он здесь изображен на рисунке. И рассмотрим скелет, образованный ребрами додекайдера. Нетрудно убедиться, что скелет кубика с дополнительными ребрами, которые здесь нарисованы, и скелет додекайдера, имеют одну и ту же комбинаторную структуру. То есть они гомеоморфны, топологический эквивалентный, комбинаторный эквивалентный. Или по-другому это та же самая картинка, нарисованная, но более криволинейным образом, если так можно сказать. Это должно быть понятно, потому что нетрудно проследить за конкретные компоненты. Вот, допустим, рассмотрим вот это зелененькое ребро и посчитаем, сколько ребер в верхней половинке грани. Одно ребро, второе, третье, четвертое, пятое. Это в точности пятиугольник. Вот пятиугольная грань, она здесь тоже обозначена. Но она немножко растянута, двинута. Но, по сути, конечно же, это все то же самое. То же самое. Хорошо. Так, можно ли убрать из этого штуку? Как это делается? Поэтому я могу из евклидовой геометрии передвинуться в какую-то другую геометрию. Допустим, геометрию Ломачевского. Но для того, чтобы это сделать, мне придется изменить углы поворота, которые образованы зелеными, красными и голубыми линиями. Я их изменю следующим образом. Раньше везде поворот был на угол пи, теперь он будет на угол лямбда, мю, геню соответственно. Некоторая симметрия сохраняется. Ясно, что зеленое ребро будет встречаться дважды, вверху и внизу, хотя это на картинке не изображено. И то же самое. Дважды будет встречаться голубое ребро и красное. В результате получается, что грани додекаэдра вращения на углы мю, мю и, соответственно, лямбда можно попарно склеить. Таким же самым топологическим образом, как раньше мы склеивали половинки грани куба. Ясно, что топологически получится тот же самый объект, то есть трехмерная сфера с циркулярными компонентами, представляющими из себя три связи компонента парамиды колец. А вот конические углы при этом будут уже разные. Вокруг зеленого кольца конический угол будет лямбда, вокруг красного мю, ну и, соответственно, вокруг голубого мю. Поэтому получается тот же самый топологический объект, но реализованный в другой геометрии. И с геометрической точки зрения они разные, поскольку у них внешний вид одинаков, но конические углы разные. Углы обхода вокруг компонент парамиды колец каждый раз свернут. Ладно, как исследовать такой объект? Додекаэдр, конечно, хорошая ступа, когда он абсолютно симметричный. Но когда его немножко пошевелишь, поломаешь, уже исследовать его довольно тяжело. Довольно много грани, и так далее, и так далее. Но как-то с самого начала мы позаботились о определенной симметрии нашей картинки. Более точно, если мы возьмем и разрежем плоскость, которая проходит через два зеленых ребра, одно сверху видно, и другое сверху видно. Вот такая плоскость разделит наш многогранник на две конкурентные части. То же самое произойдет, если мы проведем плоскость через две красные. Снова он делится на две части. Аналогично для двух зеленых линий. В результате получается три взаимно-ортогональных плоскости симметрии нашего многогранника. Таким образом, если мы разрежем по этим плоскостям симметрии, мы получим одну восьмушку. Это будет представлять из себя вот такой вот кубик, который имеет специальное название. Этот куб называется куб Ламберта. Чем он хорош и плох? Хорош он тем, что все двугранные углы, обозначенные черным цветом, равны и пополам. Почти как у настоящего кубика. А вот оставшиеся углы будут равны, соответственно, лямбда пополам, нюм пополам и нюм пополам. Это для того, чтобы кубик реализовался в какой-то другой геометрии постоянной кривизны. Более точно, если эти углы маленькие, это будет геометрия Ломачевской. Если они, наоборот, большие, это будет сферическая геометрия. А если они, как и раньше, останутся и пополам, естественно, мы вернемся к их кубовым случаям. Таким образом, если нас реально интересует объем полученного объекта, то совершенно ясно, что достаточно посчитать объем кубика Ламберта и умножить его на 8. Поэтому задача о вычислении объема узла в этой ситуации вводится в конкретной задаче о вычислении объема кубов в Ламберта. Ну вот мы к ней и перейдем. Значит, это общие теоремы. Значит, если углы маленькие, как я сказал, лямбда, нюменьше и пополам, то Андреев в свое время показал, что такой многогранник обязательно реализуется в геометрию Ломачевской. Виквидов случай мы уже рассмотрели. Ну а для больших углов, в общем-то, стандартными более-менее рассуждениями можно показать, что этот кубик реализуется в сферическом пространстве. Углы могут достаточно большие быть, просто говоря. Но это уже отдельный вопрос. Насколько большими могут быть в сферическом пространстве? Общий ответ, сколько угодно большие. Но на этом я детально останавливаться не буду. Хорошо. Таким образом, я забуду на время про Барамеевы кольца. Мы на них посмотрели, мы их нарисовали. А теперь детально будем изучать куб Ламберта с разных точек зрения. Значит, нюм пополам, нюм пополам и, соответственно, другой угол пополам я обозначу просто альфа, бета, гава. Так удобнее работать кубу Ламберта. Ну, на всякий случай, поскольку картинки убывают и со временем забываются, о чем идет речь, я его восстановлю на большой картинке, которую можно будет смотреть по ходу доклада. То есть, вот топологический комбинаторный, это, конечно, куб. С этим все нормально. А вот что касается его ребер, то здесь, конечно же, возникает некоторая не совсем привычная ситуация, так бы я сказал. Есть особые ребра, у которых двугранные углы не обязательно равны пи пополам. Ну, в любом порядке, один из этих углов будет альфа, другой будет бета, и третий будет гамма. Где понравится? Речь идет только о двугранных углах. Итак, значит, куб Ламберта с углами альфа, бета и гамма. Как я уже сказал, при малых значениях углов мы живем в гиперболическом пространстве Лобачевского. При углах равных пи пополам попадаем в гипидов. В случае при достаточно больших углах этот объект будет реализоваться в сферическом пространстве. Задача по-прежнему достаточно простая посчитать объем такого куба. Объем в гипридовом пространстве мы считать не будем. Наверное, объем куба вы как-то посчитали. Но есть маленькая тонкость, о которой я уже говорил на следующий месяц. Прежде чем считать объем в гипридовом пространстве, надо договориться, какова у нас мера длинны. Ну, как-нибудь договоримся с кубиком, мы как-нибудь разберемся. Я этот случай рассматривать не могу. Пространство уже по-настоящему постоянной кривизны плюс или минус единицы. Мы будем, как и раньше, пользоваться формулой Шлесса, которая в нашем конкретном случае выглядит достаточно симпатично. К – это кривизна. Плюс один в сферическом пространстве, минус один в пространстве в обочерстве. L-альфа – длина ребра, обозначенная на моей картинке как альфа. Вот, соответственно, L-альфа – это длина. Соответственно, у ребра с углом гамма будет длина L-гамма и последняя длина будет L-бэнда. И длины, естественно, мерятся в той геометрии, в которой выявлены кубикры, либо в пространстве Лобачевского, либо, соответственно, в сферическом пространстве. Итак, для того, чтобы найти объем, надо решить дифференциальное уравнение Шлесса, которое написано, как это говорят, в дифференциалах. Ну, уравнение в дифференциалах легко превратить в систему дифференциальных уравнений, которая написана ниже. Это уравнение первого порядка в частных производных. Но для того, чтобы успешно разрешить, надо задать некоторые начальные сети. Ну, вот нетрудно убедиться, когда альфа, бета и гамма одновременно стремятся к пипополамсу, мы как бы попадаем в евклидовую геометрию, и геометрические размеры нашего кубика начинают стремиться к нулю. Кубик коллапсируется в точку. Это непосредственными вычислениями можно сделать. Поэтому в предельном случае, когда альфа, бета и гамма уже стали равны, пипополам объем равен нулю. Получается классическая система дифференциальных уравнений. Если мы ее решим, то мы получим формулу для объема. Ну, как решать такие системы уравнений, в общем случае, наверное, никто и не знает. Можно доказать теорему существования единственности, а вот найти формулу для решения – это уже как повезет. Тем более, что длины альфа, бета и гамма в настоящий момент нами не вычислили. Наверное, их можно посчитать, и я это делал неоднократно, но должен сразу сказать, что формулы для этих людей довольно ужасным образом быть. Там будут какие-то оттангенсы, логарифмы и так далее. Если я подставлю в систему дифференциальных уравнений логарифм на оттангенсы, тогда каждый, кто на нее посмотрит, скажет, нет, я такую систему решать не хочу. Пусть ее решает. Поэтому надо искать какой-то другой обходной путь. На удивление, такой путь был найден, это было сделано в работах моих учеников и моих, и оказалось, что выход дают школьные теоремы, которые мы хорошо знаем. Это некоторые теоремы синусов, восемьцев, тангенсов. Если их выписать разумным образом для нашего случая, то опираясь на эти теоремы, по-настоящему можно решить вот такую вот систему дифференциальных уравнений. Найти ее ответ в явном виде, выраженный через обычный интеграл. Как это говорят, найти ответ в квадратурах. Интеграл, вообще говоря, не берущийся, но под ним стоят очень хорошие пункты. Так что его численно можно посчитать. Но в некоторых особо приятных случаях он считается до конца. И об этом я тоже буду говорить в сегодняшней лекции. Хорошо. Итак, попробуем попытаться решить вот такое вот дифференциальное уравнение. Естественно, я не первый, кто это пытается сделать. Наверное, уже более ста лет люди пытаются с разных точек зрения подойти к решению такого дифференциального уравнения. Но мне кажется, что подход, который здесь будет излагаться, он такой достаточно. Теперь, прежде всего, я должен сказать, что между двуграменными углами, нарисованными на картинке, отвечающими за наш угол инверсия, и длинами так называемых сингулярных ребер, есть ряд довольно приятных соотношений. Первое соотношение мы будем называть теоремой Тангст. Ну, как бы будем говорить, что швейцарский математик, ну, Телли Хальц, в своей кандидатской диссертации в свое время пришла к такому заключению. Но на самом деле история довольно длинная, я с удовольствием ее расскажу. Но тут возникает некоторый параметр Т, который еще надо найти. Вот беда какая. Отсюда никак не видно. Ну, вот анализируя ситуацию, вместе с моим бывшим аспирантом Димой Деревниным, мы нашли еще одно соотношение. Оно немножко несимметрично. Видите, да? Синус-синус и пози. Но зато их на самом деле целых три разных, потому что с патлической перестановкой альфа, бета и гаммы мы можем получить еще два неэквивалента соотношения. Но вот это уже дает некоторую надежду. Если их разрешить, то, в принципе, можно выразить длины через углы и наоборот. Но напрямую делать опять это очень не хочется. Дальше есть еще одно какое-то соотношение, о котором я вот здесь вот пока говорить не буду, а я расскажу историю, как вот этот метод возник, связанный с гамметрическими тождествами. На самом деле никто особенно на такие тождества внимания не обращал. Какие были соотношения между углами, такие и использовали. Но история вопроса следующая. Это было уже довольно давно, ну так, порядка 30 лет назад, может быть, даже и больше. Дмитрия Деревнина пригласили наши коллеги из Южной Кореи поработать с ними вместе как раз над вопросами, связанными вот с геометрией многогранников в гиперболическом пространстве. Он активно включился в эту работу и вместе с корейскими коллегами они начали исследовать ну какой-то тип многогранника. Он очень похож на тот, который здесь нарисован, но назывался по-другому. У них было двопараметрическое семейство, сейчас у нас три параметрическое семейство. Ну в результате вроде бы у них неплохо получилось, они нашли формулу для объема и нашли некоторые соотношения. Ну, после чего решили опубликовать в корейском математическом журнале. Ну, а корейцы люди довольно своеобразные, они долго не думали, мне на реценцию приспали. Я начал читать текст. Он был довольно длинный. Я уж не помню, сколько страниц, ну, страниц 20, впечатлений формул. Но в конце концов получалось квадратное уравнение. И я был этим очень удивлен. Я искренне решил, что там обязательно будет ошибка. Не может такого быть, чтобы сложный объект сводился к квадратному уравнению. Я честно проверил все вычисления. Поверьте, что это заняло довольно много времени и сил. В двух местах я поменял плюс на минус, и еще в двух местах минус на плюс. Ответ сошелся. Действительно получилось квадратное уравнение. Поскольку я понимал, что этот же примерно объект немножко с другой точки зрения исследовался в диссертации Рут Келли-Хальца, я открыл текст ее диссертации. Диссертация была написана на другом математическом языке. Там были другие понятия, другие формулы. Перевести одно на другое – это тоже определенная работа. У него вводились некоторые дополнительные углы, связанные с этой переменной Т, так называемый главный параметр, о котором я здесь говорить не могу. Но в конце концов, так или иначе, я обнаружил, что в случае, когда гамма равно бета, такой более простой случай, имеет место теорема тангенс. Тангенс угла, деленный на тангенс длины, одинаковую величину. И я полез в диссертацию Рут Келли-Хальц, начал более детально проделывать вычисления, следуя ее схеме, и обнаружил, что, в общем-то, из ее формул этот результат сликнул. Ну, это сильно воодушевило, все-таки достаточно простая есть. Осталось совсем немного найти параметр Т. Так как это делалось в ее диссертации, мне очень не хотелось делать. Там одновременно использовались и длины, и углы, и еще какие-то дополнительные параметры. И увидеть окончательный ответ можно было только глубоко изучавшему текст специалистов. Я мог бы это все выписать, но не надо этого делать, поскольку обнаружился совсем другой подход. Дальше. Одновременно с этим была хорошо известна работа трех авторов. Хилдон, Лозанне – это наши коллеги из Испании. Извиняюсь, Лозанна Монтезина с коллеги из Испании, а Хилдон – это американский математик. Но они много-много лет работают вместе, поэтому эти три буквы уже как-то устоявшиеся аббревиатуры. Они изучали совсем другой вопрос. Они изучали, когда баромеевы кольца могут описываться матрицами с целыми коэффициентами, когда они униформизируются так называемыми арифметическими группами. Арифметическая группа – довольно сложный объект, но это значит, что элементы группы могут быть представлены целочисленными матрицами, но может быть очень большого размера. Арифметические группы очень хорошие, у них много замечательных свойств, но они встречаются очень редко. Как правило, все объекты, которые в природе есть, они не арифметические. Но экстремальные, скажем, многообразие самого большого объема или с какими-то очень экзотическими свойствами, они, как правило, будут арифметические. И тогда Хилдон, Лазан и Монтезинос решили найти условия арифметичности баромеевых колец. И писали некоторые тексты. В общем-то, условия они нашли по-своему, решили эту задачу с помощью компьютера, но общая постановка задачи свелась вот к такому уравнению, которое вот написано в третьем пункте. Это последнее уравнение в их работе. Дальше был интересный комментарий. Это уравнение шестой степени, мы не знаем, как его решать. Точно. Но я понимал, что по сути все, что мы делаем, это одно и то же, переписанное разными языками. И теорема Цангельса вроде достаточно простая, а эта штука довольно сложная. Ну, героическими усилиями я привел все к единому знаменателю, как это в школе у нас учили, и разложил на множители. Оказалось, что есть член t квадрат плюс один, который никогда не равен нулю, и есть b квадратное уравнение, которое легко выписывает и решается. Поэтому, чтобы найти параметр t-t, действительно, ну, по крайней мере, t квадрат – это корень некоторого квадратного уравнения. Естественно, он отсюда находится, и подставляя его в остальные уравнения, легко решить нашу задачу. Вот это вот был первый такой прорыв, довольно серьезный, который действительно позволил продвинуться в вычислении объемов с помощью вот такой вот школьной техники, если так могу не сказать. По-другому, наверное, я и не могу сказать. Ответ, ну, по крайней мере, в геометрии Лобачевского дается следующим простым интегралом. А, b, c – это тангенсы, а, по, б, т и гамма, они были введены на предпочтение. То есть известные константы. Ну, формула не сложная, но надо же и доказать теорему. Это уж все-таки теорема как бы не есть теорема. Ну, что значит доказать? Нам надо проверить, что выполнены три дифференциальных равенства. Частная производная по альфа равна минус или альфа пополам, и то же самое для бета и для га. Ну, что нам стоит? Берем и дифференцируем интеграл по параметру альфа. А большой – это тангенс альфа. Все остальные от альфа не зависят, они константы. Сделав дифференцирование под знаком интеграла, мы убиваем логарифм, получаем довольно простое выражение, которое дает нам берущийся интеграл. Этот интеграл равен арт-тангенсуа делить на д. И вот теперь настало время использовать теорему тангу. Вот последнее равенство, которое здесь написано, это в сочности теорема тангу с работой руки альфа. Не больше, не больше. Все. Дифференциальные уравнения выполнены. Ну, из симметричных соображений выполнены остальные два дифференциальных уравнения. Осталось проверить начальные условия. Ну, нетрудно проверить, что если альфа, бета и гамма дружно стремятся к нулю, t под знаком интеграла стремится к бесконечности. И тогда равенство нулю эквивалентно сходимости данного интеграла на бесконечность. Но это проверяется, как на первом курсе по математическому анализу. Взяли, проверили интеграл сходящийся. Значит, начальные условия будут. Итак, мы нашли решение нашего дифференциального уравнения. Оно существует, ну, и по стандартной теореме, но и виск. То есть это доказывает теорему об объемах. Дальше вы с этим интегралом можете работать сколь угодно долго. Понятно, там логарифм произведения равенствующих логарифм, но еще как-то. Есть много других эквивалентных форм для этой же записи. Но раньше не было простого доказательства. Доказательство, которое использовалось, его схема, ну, в общем-то, я по ней бы сейчас и не хотел дискутировать. Она довольно-довольно напряженная. Надо пройти пространство четырех переменных, некоторые из них будут комплекснее, найти пути интегрирования, по ним пройтись, и в конце концов, по сути, прийти к тому же самому. Здесь ничего этого делать не надо. Но надо было угадать форму ответа. И вот теорема тангенсов и, соответственно, теоремы синусов и космингов, они помогли это сделать. Ну, вот этот метод оказался довольно рабочим. Мы применили его к большому количеству углов, зацеплений и многогранников. Теоремы синусов, тангенсов, они были каждый раз свои, немножко по-другому записывались. Но после пристального глядывания их можно всегда было обнаружить. И они всякий раз помогали решить соответствующие уравнения шлейфа для объема и выписать формулу для объема. Вот такой вот подход. Ну, на этом история как бы еще не совсем заканчивается. Я проговорил про гитерболические случаи. Гитерболические случаи это как раз был сабджик исследований Ру-Телехаса для диссертации. У него какая-то, ну пусть длинная формула для объема уже была получена. А вот ситуация со сферическим кубом Ламберта оставалась долгое время не выяснить. И поэтому как раз Дмитрий Александрович Деревнин был в информатуре, мы решили заняться этой задачей. Но то, что получилось, я попробую рассказать. В конце концов, используя более или менее те же геометрические соображения, мы пришли вот к такой вот теории. Значит, сферический куб Ламберта существует, когда альфа и бета находятся в пределах от пи пополам до пи. И объем такого куба дается в виде линейной комбинации функции дельта маленькой, которая явно выписывается в виде интегралла. Вот он здесь у нас присутствует. Параметр тангенс тета на самом деле это то, что раньше было т большое. То есть это корень некоторого биквадратного уравнения, которое вот здесь тоже то же самое уравнение. То есть т большое тангенс тета это одно и то же. Просто тут технически удобно писать вот такого. Таким образом ответ здесь был дан. Но была некоторая проблема с красивым доказательством этого факта. Точнее надо было вернуться в самое начало и правильно доказать теорему тангенсов для сферического случая. Это не было природой. Это мы так догадывались, что она должна быть. И вот тут наступила довольно тяжелая для нас пора Дмитрия Малисандровича. Мы такое доказательство естественно написали, но как очень справедливо наша коллега заметила, наши доказательства были в фильме XVIII века. Мы использовали какую-то технику, которая еще осталась от Лобачевского. Длинно, трудно, некрасиво. Поэтому первый текст, который мы написали, как доказательство теоремы, он был сильно забраков. Я сейчас очень рад этому стоять. Тогда мы немножко опечалились. Прошло некоторое время и значит я не знаю, как это получилось, почему такая идея возникла. Совершенно случайно, совершенно случайно я вспомнил школьную теорему, которую тоже, наверное, все хорошо знают. Это так называемая теорема Чивы. Там же как-то еще по-другому можно сказать. Она дает необходимые и достаточные условия, когда три прямые выходящие горшины треугольника пересекаются в одной точке. Ну, я сейчас уже не помню детали процесса. Значит, я, может быть, уже даже немножко и ошибусь, если я начну на память ее писать. Ну, по-моему, условия, необходимые и достаточно, оно записывалось, ну, скажем, вот такому произведению вот этих дробей, равно кто больше специалист по элементарной математике, меня может повторить. Понятно, да? Но это Евгрида в случае, это школьная геометрия. Почему я ее вспомнил, я до сих пор объяснить не могу, но уж была такая история, как и все, кто ходил в университет, я когда-то сдавал вступительный экзамен. Ну, в наше время это была довольно трудная процедура, надо было действительно сидеть, решать задачи, их довольно много. И была какая-то задача по геометрии, которая немножко странно выглядела, но поскольку теорему Чевы мы как-то изучали, я просто повторил ее доказательства, решил ту самую трудную задачу по геометрии, ну и получил необходимую видеоролику. И, видимо, вот хотя прошло уже 50 лет, это как-то создание осталось, что вот был такой момент, когда надо было через это перепрыть. По какой причине вспомнилось, я уже не говорил, но совершенно ясно, что гиперболическая геометрия и, соответственно, геометрия Лобачевского аналогичная георема тоже имеет место. Она записывается немножко по-другому, скажем, надо длинных сторон заменить на синусы, иногда на синусы половины геометрия, которые детали не хочу воскрешать. Ну, по крайней мере, вот ее нефлидов аналог выглядит вот таким образом геометрия Лобачевского и, соответственно, с обычными синусами сферической геометрии. Но это оказалось именно то, что нам надо. Если помнить одно из утверждений, которое я рисовал выше, оно звучало вот таким вот довольно странным образом. углы, которые нас интересовали в данном случае синус альфа и синус гиперболический л альфа умножены на синус бета и синус соответственно гиперболический л бета и дальше умножить на косинус гамма и косинус гиперболический л гамма равно единице. Ну, сильно напоминает. Но косинус стоит, да, косинус как-то немножко не красиво, не хорошо. И вот с этим моментом удалось как раз разобраться в совершенно правильном области. Дело в том, что если мы рассмотрим трехмерный аналог треугольника, он выглядит совсем по-другому. Это три прямые расположенные в общем положении пространства. Ну, можно восстановить взаимные перпендикуляры, они будут играть роль углов нашего треугольника. Возникают действительно углы, длины, но эти величины уже выражаются контекстами числа. Есть такая интересная наука, которая позволяет себе это сделать. Ну, об этом я не буду особенно детально говорить. Вопрос, что означает, что три прямые пересекаются в точке, трехмерной ситуации. Ответ нашелся, он хорошо известен. Три прямые пересекаются в одной точке, трехмерный аналог этого явления, означает, что у них есть общий период и пендикуляш. И вот тогда, если рассмотреть трехмерную версию и понимать пересечение прямых в таком обобщенном смысле, стандартная диорема симметр, она имеет изгон. Но если у нас прямые, которые имеют общий перпендикуляр, на самом деле, если разглянуть на эту картинку, можно почти найти вот это общий перпендикуляр к альфа и бэта. Но он как бы не задевает вот эту вторую сторону. С ней что-то плохо. И тогда, чтобы еще один перпендикуляр найти, нам пришлось взять вот какую-то лишнюю сторону. И тогда получается, есть три линии. Одна, вторая и третья. И у них есть общий перпендикуляр. И к ним можно применить вот эту теорему сутки. Но поскольку гамма мы заменили на какую-то перпендикулярную к ней штуку, синус превратился в косин. Синус длины превратился в косин длины. Ну по счастью все произошло в рамках разума. В результате я просто взял школьное доказательство теоремы Чиоли, естественно метаболической геологии, и переписал его для трехдневного кухонного. Оно пошло одним по другому. Там красивое доказательство, оно есть, и приходите в нашу статью книги, можно найти, но это просто доказательство теоремы Чиоли. Но я правда постеплялся сказать, что это доказательство теоремы Чиоли, что мы сдули сашком математике, это еще надо увидеть, как говорится. Но удивительно, что никаких длинных вычислений при этом не потребовалось, примерно те же аргументы, которые в школе приводим, мы приходим к тому району. В результате нам удалось найти чисто аналитическое и довольно короткое доказательство вот этого соотношения. Ну а дальше его легко переписать в квадратные и квадратные уравнения, это делать технику осталось выше. Но вот этот момент был непрост. Первоначальное доказательство было дано, как говорится, в терминах математики 18 века, а вот нынешнее, в терминах математики 15 века, когда те учили, но казалось более короткое и более понятное. Вот такая любопытная история. Казалось, расстояние между элементарной математикой и выше довольно велико, но я с благодарностью вспоминаю те дни, когда я занимался, сам участвовал в математических олимпиадах школьников, потом занимался организацией таких олимпиад, это, видимо, тоже дало определенное подспорье. Несколько другое видение, сложные вопросы можно смотреть с простой точки зрения и, в конце концов, найти простые решения для сложных проблем. Ну, вот, надеюсь, что слушатели эту идеологию в той или иной мере воспримут и при необходимости ее тоже смогут воспользоваться. Ну, что касается результата Рудкелли-Хальц, его можно переписать в таком же виде, как предыдущая теорема, но функцию дельта маленькая надо аккуратно заменить на функцию дельта большая. Дельта большая выражается через функцию Лобачевского, а функция Лобачевского это вот интеграл от логарифма синуса. И убрать этот образ вот здесь не так. Это не синус, тут есть некоторые проблемы. Максимум смещен точку Пинаше, видите, да, и вот здесь вот касательная она идет уже можно вычислить явно минус. Эту функцию изначально ввел Лобачевский, но несколько в другом виде. Вместо синуса он взял косинус, это была небольшая ошибка. Казалось бы, почти то же самое, но они отличаются на некоторые очень неприятные константы. а подправочку сделал уже Милнах. Милнах записал функцию Лобачевского в указанном виде и она пошла в дело. Многие объемы, многих многогранников выражаются именно при этом. Ну, в частности, куб Ламберта тоже эти свойства не подразумевают. Так что тут такая связь, то есть наша дельта маленькая, это как бы сферический аналог функции Лобачевского. К сожалению, много лет прошло, но так и не нашелся человек, который бы детально исследовал свойства вот этой функции в сферическом простате. Вот до сих пор открытая проблема. Ну, может быть, когда-нибудь мы к этому приедем. Теперь рассмотрим некоторые любопытные следствия из нашей теоремы Дмитрия Бривна. На минуточку предположим, что мы имеем дело со сферическим кубом Ламберта с существенными углами Атфа-бэта-гамма и сумма квадратов косинусов этих углов равна единице. На удивление, в этом случае Ниевклинов, точнее, сферический объем куба выписывается в виде многочлена второй степени. Явно виден. Раз и выписан. Вот такая вот интересная история. Почему это происходит? Ну, вот интеграл имеет некоторую особую точку. Когда интеграл имеет особую точку, в ней можно замену перелеза и посчитать его по-другому. Я не знаю, объяснить я не могу, но вот факт нам доказывает. И, естественно, возникает вопрос, но хороший пример это есть под это дело. Мы с Битрием Неревниным нашли такой пример за углы 2,15 и 2,15 и 4. На самом деле этот многограничник даже нашли не мы, его нашла Аня Селиксон в своей диссертации. Такой куб Ламберта оказалось разбивается на так называемый Коктеровский Петрайль. И она доказала, что это единственный куб Ламберта, который разбивается на Коктеровский Петрайль. Но объем она не считала. Она просто указала углы. Объем конечно считает вашим. Дальше также мой бывший ученик Саша Колпаков занялся этим вопросом достаточно серьезно. Он начал исследовать тетраэдры, у которых углы хороший вид имеют и их объемы. И обнаружил, что углы Ламберта с другим набором углов тоже выражаются верно. И по-видимому других кубиков Ламберта с такими хорошими свойствами у них. Саша придумал некоторые алгоритмы, использовали довольно сильный компьютер. И я надеюсь, что здесь перебор окончательно сделан. А вот если рассмотреть вместо куба тетраэда, тогда возникают целые бесконечные семейства, когда углы ведут себя очень хорошо. Но вот это обстоятельство, как и много других аналогично, позволяет прийти к очень интересной гипотезе. Вот видите, углы рационально пропорциональны Пи, в то время как объем рационально пропорциональны Пи квадрат. Случайно или неслучайно? Не знаю. Но есть вот такая гипотеза о рациональном объеме, которая говорит, если есть сферический многогранник, у которого все гидральные углы равны Пи умножить на рациональное число, тогда его объем выражается как Пи квадрат умножить на рациональном число. Во всех случаях, когда мы можем досчитать до конца, это верно, но это не доказательство. То есть примеров очень много. Более того, явные формулы это есть, и у нас есть явные формулы, и у других людей. Ответ мы численно можем найти с любой точностью, но доказать, что это число пропорционально Пи квадрат с рациональным множе тяжелая задача. Некоторое маленькое пояснение, откуда, почему все это происходит. Если мы рассмотрим кокстеровский тетраэдер в сфере, кокстеровский тетраэдер означает, что все не гидраны, 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 пи на Н, где их целое. Каждый раз свое пи, натрия, пи на 5 и так далее. Тогда такой тетраэдер кокстеровский обязательно отражение на гранях замощает всю сферу. То есть конечное число копий в объединении дают всю сферу. Объем сферы известен. Это 2 пи квадрат. На прошлой лекции я его упоминал. Значит, объем нашего тетраэдера будет объем сферы делить на количество замощений и на количество элементов группы парапиодов отражений. Всегда число рационально пропорционально пи квадрат. Поэтому достаточно сложный объект, как это было в случае Куба-Ламберда Аня Феликсон, разбивается на тетраэдера коксеровского типа. Это понятно всегда верно. Некоторые не разбиваются. Гипотеза, тем не менее, не работает. Ну, вот как доказать не знаю. Это утверждение я знаю уже много лет, но пока существенных продвижений нет. Ну, вот призываю участников нашего семинара обратить внимание на эту гипотезу. Время отременно думать какое-то жесть даст найти. Хорошо, теперь я сложную часть закончил, можно немножко расслабить. Я перейду к элементарной беде, которую знает каждый. Но, опять-таки, должен сразу сказать вам, что будет довольно много форм. не все любят формулы, к сожалению, или к счастью математики. Потому что в какой-то момент стало понятно, что математика к формулам не сводится. Но, как только появились компьютеры, стало понятно и обратно. Во многих случаях с помощью компьютера можно находить довольно интересную форму. Здесь есть разные анекдотические случаи. Скажем, одна из моих коллег занималась дефицит дифференциальными уравнениями третьей степени сейчас в своих ходах. Очень сложные детали не знаю. И однажды она своей студентке поставила задачу. Вот, пожалуйста, посмотрите вот такое это дифференциальное уравнение третьей степени на предмет существования инвестиций. Ну, студентка, как это говорится, была немножко нерадивая. И вместо того, чтобы руками решать это дифференциальное уравнение, она взяла программу математика, сдала это уравнение и спросила, может ли машина решить его. Машина сказала, да, я могу, и выдала целую серию решений, которых никто не сдал. После этого удалось построить много контрпримеров теоремы существования и действий, и как-то достаточно разумно разобраться в специальном уравнении. Вот, как не родилась студента и тогда делает прогресс в академической науке. Ну, здесь, опять-таки, будет много формул. И я честно должен сказать, что руками считать мы уже немножко разучились. Естественно, большая часть вычислений было сделано на компьютере, но потом каким-то образом проверка. Проверка осуществлялась разными способами и так далее. Опять-таки, в основном я буду говорить не в клидовых геометриях, но начну с каких-то классических результатов, которые, по-видиму, вам хорошо выяснили. Первый результат это формула Герона для треугольников. К сожалению, у меня англоязычные обозначения, они, может быть, для вас не очень привычны. А, это площадь, Р, у нас С большое пишет. С это полупериметр, у нас П маленькое пишет. Ну, что делать? Разная аудитория по-разному воспринимает информацию. Потому что я пытался С писать и П возникало больше вопросов. Ну, пришлось в таком виде представить. Но эту теорему все знают, доказывали, наверное, самостоятельно. Не надо ничего говорить про форму Герона. Все слышали, люди. Вторая теорема менее известна. Это так называемая теорема Брахмак-Упты, которая дает аналогичный результат для четырехугольника вписанного в окружность. Пусть есть четырехугольник вписанный в окружность, его стороны естественно равны АСД, и тогда формула объема такая же у вас воробина. Ну, результат очень древний. Возможно, и до Брахмак-Упты он был известен сейчас. Никто об этом, конечно, ничего не скажет, но тем не менее площадь его в данном случае обольшой является дополнительной. Понятно, что есть много элементарных заказательств, вы сейчас их найдете, очень красивых. Ну, а дальше возникает, конечно, естественный вопрос. А если мы пятиугольник пишем, что тогда? Вот Робинс, видимо, один из первых, который попытался разобраться с пятиугольником. Да, получится биквадратное уравнение, довольно сложное, можно с ним пораспираться, но что-то похожее в конце концов у нас выйдет. Я не буду останавливаться детально на случай пятиугольника, я как бы сразу пойду дальше и сформулирую вот такой вот результат. Предположим, что у нас есть н-угольник, вписанный вокруг. Ну, по-английски это циклический н-угольник, видите, да? Н-угольник, писанный вокруг. Тогда его площадь А большая удовлетворяет вот такому вот уравнению, где альфа – это некоторый однородный поленом достаточно большой степени. то есть предыдущих мучий связанный с формулой Брахмакупты и с формулой Герона он сводился квадратным. А здесь уравнение… Очень интересно то, что он однороден одновременно и по длинам, которые как бы одномерные, и по площади, которые двумерные. Казалось бы, площадь должна быть в два раза меньше, чем у длинных. Ну, вопрос хороший. Я сходу не ответил, потому что я уже довольно давно смотрел эти работы. Можно на ссылочке посмотреть, но я просто формулировку переписал ясно с какого-то текста. Возможно, по-видимому, однороден по всем переменам. Не уверен хотя, не уверен, но вопрос хороший. Надо посмотреть. По длинам да, заведомо, по площади. Ну, не отвечу к этому. Вот работы, которые связаны видны, но ясно, что формула Герона Брахмакулта является частным случаем этой теоремы. Вот Варфоломеев, Шидорчук и Пак довольно детально исследовали свойства этого полинома, ну и, соответственно, есть иностранные авторы, которым мы этим тоже занимались. Ну, посмотрите, посмотрите, это просто как бы вот такая ознакомительная вещь, как бы предложение обратить внимание на такого типа теории. Вы можете поучаствовать в их развитии. Хорошо, дальше, рассмотрим еще одну достаточно классическую ситуацию, это тетрайдер, живущий в обычном евклидовом пространстве. Как найти объем тетрайдера? Ну, много есть подходов, одну из формул давал Эйлер, на удивление, своими руками писал доказательства. Ну, есть общий подход, который работает во всех многомерных пространствах, это использовать так называемый определитель Келли-Менгера. Вот трехмерный вариант здесь написано. Н-мерный выглядит примерно так же, только матрица побольше. Д и Т и Жит, это длинные ребера, здесь стоят квадратные. Все коэффициенты, понятное дело, целые. А 288 это что-то там 2, n-факториал в квадрате тоже выписывают в общем случае. Поэтому корень уравнения в данном случае квадратного отвечает за объем тетраэдра. То есть тетраэдр, объем тетраэдра является корнем некоторого вполне приличного квадратного уравнения. Что дальше? Дальше ответ тоже известен. Это вообще говоря знаменитая теорема тетраэдра, 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 которая утверждает, что если мы рассмотрим евклидов многогранник, для удобства все грани разобьем на треугольнике, так немножко проще формулировать. Тогда объем этого многогранника является корнем алгебраического уравнения четной степени, все коэффициенты которого целые полиномы зависят от квадратов длин нашего многогранника и от комбинаторного типа самого многогранника. На примере, который изображен на картинке, есть два многогранника, пуклые и выпуклые, у них одинаковый комбинаторный тип, они гомеоморфы. Значит, их объемы являются корнями одного и того же уровня, согласно Теренциям. Два разных корня отвечают за вот эти гласные точки. Понятно, что другие теорема. Значит, есть евклидов многогранник. Для удобства все грани будут считать треугольником. Это всегда можно сделать дополнительный треугольник. Тогда объем является корнем алгебраического уравнения. Его можно представить как уравнение от В конечной степени, а коэффициенты будут многочленными от квадратов глин. Квадратов глин последствия многогранника. Ну, как в предыдущей ситуации. У меня квадраты глины прописаны, не важно, а сами глины получат. Ну, чуть-чуть позже Александр Гайфурин обобщил этот результат на многомерный случай. Тоже как-то не сразу получил, это были какие-то истинные трудности. Все получилось. В юблиновом случае объем всегда является вполне приличным уравнением. Насколько я знаю, Какович Сабитов пытался найти это уравнение для октая. Получилось уравнение 64-й степени. Так что оно есть. Даже можно выписать на компьютере, оно у него выписано. Но как с ним работать, это уже другой вопрос. Но однако, если у многогранника есть дополнительные симметрии, то уравнение сильно упрощается. Но как бы распадается на множители и в конце концов это действительно можно работать. Но это Евклидов случай. Не Евклидова в случае, конечно ситуация совсем по-другому выглядит. и краткую предысторию вопроса я в паре слов, конечно, могу раскатать, но детально останавливаться все-таки на этом не хочу. Как вычислить объем не Евклидова тетради? Первая попытка современных авторов была предпринята китайскими демантами, живущими в Америке. Я не знаю, как его правильно прочитать, в 1881 году. Но алгоритм изложил, самой формулы вне. Позже наши коллеги из Кореи получили довольно явную формулу для объема неевклидового тетрадира в гиперболическом пространстве через углы, равные углы. Но она немножко несимметричная оказалась, красивая, но несимметричная. Мураками, Ява, Яна немножко исправили ситуацию, получили симметричную формулу, которая выражает объем через так называемую функцию ди-логарифм. Но они как бы физический подход использовали и доказательство относило физический оттенок. Как бы математики сказали, немножко не строго. У Шуджима, это не какого моего коллеги, да, в общем-то достаточно разумное математическое это количество. Ну потом это развивалось разными авторами. Красивые формулы приведены в диссертации Яну Маханти 2003 года. И потом мы с Димой Деревниным попробовали по-своему переосмыслить эти результаты и получили формулу в виде одного интеграла. Довольно несложного. В общем, наши диссерации можно посмотреть. Ну и казалось бы, вот такое соревнование здесь закончилось. На этом можно было успокоиться. Но так уж случилось, что в 2006 году меня пригласили в Испанию на юбилей нашего коллеги Хосе Марии Монтезинос испанского академика. Я сделал лекцию, рассказал про наши результаты. Ну все вроде было замечательно, проблем не было. после лекции Хосе подходит ко мне. Саша, понимаешь, у меня в офисе есть очень интересная работа. Она написана сто лет назад. Но там, кажется, уже есть формула для объема неэквитового фитраэдера. Пойдем, я тебе покажу. Ну, показывает текст, написанный на итальянском языке ровно сто лет назад, где действительно довольно простая, ну, правда, несимметричная формула была приведена. Ну, после мы разобрали доказательства с моим эсперанцем более обросимого как его освежили и в нашем обзоре, посвященном объемам неэквитов многогранников, это доказательство есть. Но так уж получилось. Сто лет существовало доказательство и никто его не видел. Хотя итальянский язык в принципе доступный язык, можно понять, что там написано и формулы точно можно было понять. Ну, после этого немножко интерес к вычислению объема тетрадей застыл, как вы понимаете. Но мы перешли на какие-то другие многогранники более сложные. Там тоже много интересного оказалось. Это история. Теперь опять-таки вернемся немножко назад к треугольнику с углами альфа, бета и гамма. Такие треугольники существуют во всех трех геометриях геометрии Лобачевского, сферической и Евклидовой. В геометриях геометриях площадь вычитывается довольно просто. В геометрии Лобачевской это дефицит углов, пи минус сумма углов. Сумма углов всегда меньше пи, вот это дефицит и площадь. В сферическом как бы наоборот, сумма углов большая, минус пи будет площадь. Опять детская задача. А можете ли вы посчитать площадь обычного геометрия треугольника через его углы? Ну, надо шторчески подходить, надо выбрать единицы длины. Вот выберем в качестве длины полупериметра, помните, да? Ну, вот ответ. Можно только договориться с того начала, как мерить, какой метр будет. Так что вот тоже как бы с этой точки зрения люди обычно не смотрят, что тут о чем говорить, это же задача не решается. Да не решается. Просто надо аккуратно. Поэтому в неепридовой геометрии очень часто объемы вычисляются в цвету гуру. Проще получать. Но через длины тоже. А через длины сложнее. Так в мире устроится. Это опять-таки совсем элементарные вещи. Теперь более продвинутые результаты. Но очень старые. Очень старые. Что будет с формулой Герона для треугольника живущего в пространстве Лубочевского. На плоскох Лубочевского. У нее есть несколько вариантов. Я привожу только раз, два, три. На самом деле еще четвертый есть. Ну достаточно для первого знакомления. Ну вот любой выбирайте, какой вам больше нравится. Все не очень хорошие. Это синус квадрат площадь деленной пополам. Это очень напоминает формулу Герона, но стоят гиперболические снижения. Стоит ли их бояться и как из этого увидеть классическую формулу Герона? Да очень просто. Когда А, Б, Ц и прочие буквы стремятся к нулю, треугольник пытается стать Евклидовым. Сумма его углов стремится к Пи. И значит в пределе мы должны получить обычную площадь. Если площадь треугольника становится маленькой, площадь его конечно тоже становится маленькой. Синус маленького угла примерно равен самому углу. Классика жажда. Поэтому синус квадрат первым можно отбросить. синус длины, которая стремится к нулю, тоже можно считать равный самому аргументу. Значит синусы можно отбросить. Ну и наконец знаменатель, который сильно мешает. Косинус нулей это есть единицы. Значит их тоже можно отбросить. Так что вычеркнув все синусы и косинусы просто железной рукой, мы получим классическую формулу Герона. Это же свойство сохраняется и для остальных формул. Они эквивалентны, но попробуйте еще одну и другой получить. Естественно мы где-то смотрели это в старой литературе, которая написана более ста лет назад. Что-то нашли, что-то сами додумали. То есть не сразу как-то это сдалось, но все вычисления проводили теперь уже на губернице. Дальше формула Брахма-Гума. тем не менее вообще говоря тоже здесь можно кое-что сказать. Напрямую не проходит. Казалось бы взял одну из этих формул, написал АБЦД и все. А нет. Маленький-маленький добавить 1-эпсилон. Где эпсилон переменная четвертого порядка малость. Но она-то все равно обидна, так что вот да, при д равном нулю естественно это эпсилон зануляется, мы получаем формул для треугольника, но в общем случае это добавочное нахуй. Ну опять-таки доказательство было дано на компьютере, у меня есть популярная статья на русском языке и некоторый текст на английском приводится. Это то же самое, но немножко с другой точки зрения. эпсилон теперь перескакивает знаменатель, но тем менее все равно присутствует, никуда это не поменится. Но однако есть вариант, где можно обойтись без этого эпсилона. Видите, да? Все-таки такую симметричную форму, то есть третья теорема из списка, она выживает без эпсилона и более-менее переносится симметричным образом на произвольно-гиперболический четвероугольник описывается. Ясно. Вот такая вот история вопроса. Как у нас со временем? Я сильно увлекся. А вторая ательсия? Ну, хорошо. Хорошо. Теперь предположим, что наш четырехугольник одновременно вписан и описан. Ну, ясно, что это такое, да? Как бы вот здесь еще есть вписан нахуй. Ну, такие ситуации бывают, их не очень много. Тогда формула площади идеально упрощается. есть способ. Классический результат из гипридовой геометрии говорит, что если четырехугольник с длинными сторон АБЦД и писан, и описан, то его площадь это корень квадратный из АБЦД. Ну, вот так выглядит классика и так выглядит четверть отправленная классика. Конечно. Кто? Что такое пискар гипридовический четырехугольник парк? Не, окружности там есть. Окружности классических и окружности внешне выглядят одинаково, только центровые радиусы по-другому считаются. А можно там геометрические геометрические места? Нет, Также геометрические место точек. Нет, она не геометрические геометрические то есть они внешне такие, но центры у них разные и радиусы разные. Ну, картинка есть высоковость. Это вот что касается доказательства я не очень хочу конечно здесь приводить, наверное я немножко от этого отойду, но есть еще формула Брэдшнайдера для произвольного четырехугольника. Его площадь не посчитаешь через длинный поскольку он как это говорится flexible сгибаемый но если мы знаем углы противолежащие углы А и С тогда площадь можно выразить через длинный почти как по формуле герон и с маленьким добавочным членом который сгибается но тут маленькая неувязочка получается формула Брахмагубты она симметрична по отношению к АВЦД вот этот множитель АВЦД тоже симметричный А плюс Т нет там только два угла участвуют два других их можно заменить на другую пару Б плюс Т но от этого как-то легче не становится здесь конечно используется факт что сумма углов в четырехугольнике классическом в четырехугольнике равна 2П но в не классическом это не так что делать как симметризовать классическую теорему Брэшнайдера ну вот такой вариант А-Д плюс А-Д и на удивление именно этот вариант переносится на плоскость Лобачевского и Севернического ну вот ответ это сделала моя бывшая аспиранта Галия Байганакова с частью диссертации но потом все-таки героическими усилиями мы нашли очень древнюю работу где сферической геометрии это все-таки было сделано а гиперболическое мы так и не дошли ну как бы эта история математики она тоже интересна для кандидатской диссертации исследования ну а доказательства в общем довольно красиво довольно красиво получилась таким образом вот теорема Брэшнайдера также обобщаются вот на этих диссертах вот эти случаи довольно приятный образ так скажем частный случай когда вот эта вот величина равна соответствует вписанному вписанному четырехугольнику то есть мы еще раз получаем новое доказательство формулы Брэшнайдера ну опять-таки вписанный случай мы рассмотрели а теперь описанный четырехугольник когда окружность мудро вписан ну по тем же формулам которые в общем случае годится получаем один человек выживает другой уходит то есть это уже техника доказательства то есть ничего такого особенного ну и наконец еще один случай который так обычно не рассматривался это аналог трапеции что такое трапеция там параллельных нету вообще говоря прямых ну трапеция или трапезоид называется четырехугольник со свойствами углы А плюс Б рядом стоящие другие равны друг другу ну такое определение в классическом случае это всегда так и они равны Пи а мне классическом это сумма общая может больше но вот в этом случае площадь трапеции невклидовой тоже выражается она как бы жесткой становится на удивление ну возможно тут некоторые ограничения небольшие вот она началась опять-таки предполагая что АБЦ ДФС одновременно маленькие мы получаем уравнение для площади невклидовой трапеции выражены через ее ну не очень популярная вещь но те кто занимался элементарной математикой это очень трудно потому что вот такой результат тоже получился между делом но опять-таки с помощью компьютера ну и наконец последний сабель который я упоминал на прошлой лекции это знаменитая теорема Пифагора А квадрат то есть Б квадрат равно С квадрат как она выглядит в соответствующих неэквидовых геометриях вот здесь указ в гиперболическом случае косинусы катетов произведения дает косинусы гиперболической косинусы почему А квадрат плюс Б квадрат и С квадрат является частным случаем это вы знаете я не знаю может быть это вещи хорошо известны а с другой стороны может быть не лишним упомяну но давайте я рассмотрю гиперболическую диаметру и вот такое соотношение которое почему-то называется теоремой косинус я разложу в ряд косинусы которые здесь участвуют ряд Тейлора и ограничен с членами малого порядка более высокие рассматривают 1 плюс С квадрат и так далее понятно да ряд для косинус приравниваем получается единица плюс А квадрат плюс Б квадрат делить пополам плюс члены более высокого порядка и в другой части равенства С квадрат плюс члены более высокого порядка убирая лишнее мы убеждаемся что для очень маленьких величин в малом вот это вот райсто справедливо потому что это конечно классическая теорема косинуса просто другой лазер ладно трехмерном случае что вы знаете трехмерном случае ничего не понял бываете хуже конечно ну все вот рассмотрим аналог пространственный аналог угольника да три прямых угла да и W это типа гипотемизы ну в классической школьной геометрии нетрудно доказать что площадь квадрата гипотенузы есть сумма квадратов качества ну посидели подумали доказать а вот гиперболическом эстерическом задача оказалась очень и очень тяжелой ну к счастью нашелся человек который решил как я понимаю так по письмам перепискам это уже такой математик который давно находится на пенсии много времени может себе позволить производить много вычислений и по всей видимости он работал в компьютерной фирме по видимости фирма математика он очень хорошо владеет компьютером это ему сильно помогает ну и в конце концов вот пользуясь своим жизненным опытом он нашел вариант ответа и в этом цифре ответ немножко неожиданный но тем не менее факт остается факт и так W это площадь гипотенузы трехмерного треугольника XYZ это площадь для него капель и тогда они связаны вот таким соотношением плюс-минус надо заменить на плюс в гиперболическом пространстве и соответственно на минус в гиперболическом имя автора я указал его довольно трудно прочитать три инициала Мак Кеннел и у него есть свой блок он очень много элементарных или почти элементарных вещей сюда выносит и те кто интересуется связью высшей математики элементарной они приглашаются посмотреть его блок наверняка они найдут там чего-то очень много интересного ну пожалуй все что я сегодня хотел рассказать спасибо большое пожалуй пожалуй